Здравствуйте, уважаемые коллеги! Наша передача транслируется из Института онкологии имени Виталия Александровича Герцена. Передача идет в прямом эфире. По ходу трансляции вы можете задавать вопросы на чате, на сайте Первомедицинского канала. И тема сегодняшней передачи посвящена внутрипросветной эндоскопической хирургии раннего рака желудка. Разрешите представить участников передачи. Это Владимир Михайлович Хомяков, руководитель отделения торако-абдоминальной онкологии. Дмитрий Викторович Соколов, ведущий научный сотрудник, доктор медицинских наук, отделение эндоскопических и физических методов диагностики и лечения пациентов злокачественными опухолями. Елена Станиславовна Карпова, ведущий научный сотрудник этого отделения. Сергей Сергеевич Пирогов, ведущий научный сотрудник эндоскопического отделения. Профессор Виктор Викторович Соколов, вы все его хорошо знаете. Это руководитель отдела эндоскопических и физических методов диагностики и лечения пациентов злокачественными опухолями. Надежда Николаевна Волченко, профессор, руководитель отдела патопорфологии. Владимир Владимирович Еренисов, старший научный сотрудник отделения опухоли торако-абдоминальной локализации. И Анна Валентиновна Чайко, старший научный сотрудник отделения опухоли торако-абдоминальной локализации. Тему, которую мы будем обсуждать, она весьма актуальна. У 10% больных выявляют ранние формы рака желудка. И у ряда больных можно выполнить абсолютно органосохраняющие операции, которые заключаются во внутрепросветном удалении части желудка, что обеспечит очень хороший результат. И, как мы видим из работ наших азиатских коллег, и хороший удовлетворительный отдаленный результат. В этой связи в нашем институте накоплен довольно большой опыт лечения таких пациентов. Но все равно эта тема развивается. В ней очень много вопросов, которые решаются. Это исследование сторожевых лимфатических узлов, определение истинной глубины инвазии, определение краев резекции. И вот эти все вопросы мы хотим обсудить сегодня в процессе этой передачи. На примере, который представят наши коллеги из отделения Викторовича Соколова. Сергей Сергеевич, я прошу вас представить клиническое наблюдение. Спасибо большое, Андрей Борисович. Сегодня мы хотим представить клиническое наблюдение пациентки, 68 лет, поступившей в наш институт в апреле 2015 года, с диагнозом полип желудка с дисплазией эпителия. Из данных анамнеза известно, что пациентке в 1999 году была выполнена холецистоктомия. По поводу калькулезного холецистита, соответственно, у нее был выраженный пост-холецистоктомический синдром. И с 2000 года она отмечает жалобы на горечь, то есть на признаки защитного желчного рефлюкса. Допыталась в поликлинике по месту жюриста у гастроэнтеролога и был выполнен диагноз хронический гастрит с кишечной метаплазией эпителия. При поступлении в наш институт она была полностью всесторонне обследована. Ей было выполнено мультимодальное эндоскопическое исследование, о котором мы скажем несколько позже, а также безусловно ультразвуковое исследование органов брюшной полости и малого таза, компьютерная томография, регенерная томография грудной клетки и исследование уровня опухолевых маркеров. И немножко подробнее о мультимодальном эндоскопическом исследовании. Оно включало в себя эндоскопию в белом свете с высоким разрешением. И при данном исследовании мы выявили, что на границе нижней трети тела и антрального отдела желудка у пациентки отмечается латерально распространяющаяся опухоль, очень хорошо видно на правом изображении белесоватого цвета с неровным мелкобугристым правеповерхностью. Мы и выполнили аутофлоресцентное эндоскопическое исследование. Это так называемый метод красного флажка. За счет феномена аутофлоресценции можно визуализировать неопластические изменения слизистой оболочки, которые имеют спектр свечения, в данном случае фиолетовый. Она адаптирует в виде эндоскопической системы. Мы видим, что данное образование имеет достаточно яркое фиолетовое свечение, что может нас навести на мысль, что эта опухоль является злокачественной. Мы выполнили эндоскопическое исследование узкоспектральной эндоскопии с высоким разрешением. И хорошо видно на правом слайде, что мы можем оценивать архитонику, рисунок ямок слизистой оболочки. И где она сохранена, эти участки нельзя считать неопластическими. А вот в зоне отсутствия рисунка, указанной стрелкой, эта зона, я крайне подозрительна в отношении того, что в данном участке имеется аденокарцинома. Мы выполнили узкоспектральную эндоскопию с увеличением изображения в 150 раз. И обратите внимание, отсутствие архитектоники ямок и патологически извитые гетерогенные трясточки в киполярные петли, что тоже является признаком неопластических изменений аденокарциномы или тяжелой дисплазии. Опухоль окружает значительное количество учебелесоватых участков кишечной метаплазии при осмотре в узкоспектральном режиме с высоким разрешением, с четко видимой сетчатой архитектоникой. Это и явилось фоном для развития такой опухоли. При узкоспектральной эндоскопии с увеличением в 150 раз очень хорошо видно в виде черепичек рисунок ямок слизистой оболочки в зонах кишечной метаплазии. А извитая архитектоника ямок в краях опухоли – это признак аденомы. Мы выполнили хромоэндоскопическое исследование с тулуидиновым синим в качестве подготовки к еще одному методу эндоцитоскопии. И обратите внимание, насколько четко видны границы опухоли при хромоэндоскопии с тулуидиновым синим. А после санации слизистой оболочки от излишков красителя прокрасились все участки кишечной метаплазии в виде диффузно-кишечной метаплазии в антральном отделе желудка. Мы выполнили такое новаторское исследование, как эндоцитоскопия, которое позволяет в реальном времени, в процессе эндоскопического исследования, осматривать слизистую оболочку желудка и других полухорганов с увеличением до 570 раз. Что позволяет нам визуализировать ядра эпиталиоцитов слизистой оболочки и по их форме, по их полиморфизму судить о тех или иных этапах предраковых изменений или наличие неопластических изменений. И в данном случае это окружающая слизистая оболочка кишечная метаплазия, окрасились регулярно лежащие правильной формой ядра эпиталиоцитов кишечного типа. А в данном случае мы уже исследовали саму опухоль и при эндоцитоскопии с увеличением в 570 раз хорошо видно нарушение полярности клеток, их ядер, полиморфизм ядер. По данным эндоцитоскопии мы можем достаточно высокой точно сказать, что это фокус высоко дифференцированной аденокарциномы. Но в нашем институте это не единственный метод эндоскопии сверхвысокого увеличения. Также мы пользуемся конфокальной лазерной микроскопией, которая обеспечивает увеличение изображения в тысячу раз непосредственно в процессе эндоскопического исследования. Это методика флуоресцентная. Больному перед исследованием вводят специальный флуорофор внутривенно, флуоресцин натрия, который накапливается в сосудистом русле и по некоторым данным в цитоплазме эпиталиоцитов. И на основании ответной флуоресценции при освещении слизистой оболочки желудка лазером формируется изображение очень близкое к традиционному гистологическому. И также видно железистые структуры с опухолевыми клетками, с явно полиморфными ядрами разного размера, формы. И также разрушение отдельных желез. Это также признаки высоко дифференцированной аденокарциномы. Безусловно, мы просканировали и окружающую опухоль слизистой оболочку, и при конфокальной лазерной эндомикроскопии очень хорошо визуализируются темные бакаловидные клетки, которые являются признаком наличия кишечной метаплазии. Кроме того, с помощью конфокальной лазерной эндомикроскопии мы даже можем визуализировать контаминацию слизистой оболочки Helicobacter pylori. В данном случае у пациентки было доказано как при конфокальной лазерной микроскопии, так и традиционно цитологическими исследованиями значительная степень обсеменения. Мы выполнили пациентке эндоскопическую ультрасонографию с использованием датчика 20 МГц, и было выявлено, что опухоль локализуется в пределах слизистой оболочки, то есть нет более глубокой инвазии. Также мы не обнаружили, по данным эндоскопии, увеличенных парагастральных лимфатических узлов. И приоперационный диагноз нашей больной по результатам обследования, то есть как ранний рак, это аденома с фокусами тяжелых дисплазии, высокодифференцированной красномы, нижней трети тела желудка, то есть это Т1АН0М0, тип 2Б, макроскопический тип раннего рака плоский, с инвазией в пределах слизистой оболочки. На фоне смешанного хеликобактер пилори ассоциированного рефлюкс гастрита с атрофией очаговой кишечной метаплазией слизистой оболочки. Ультразвуковое исследование, компьютерная томография не показали признаков распространенности опухолевого процесса. И, соответственно, мы предлагаем следующую лечебную тактику. Привести предоперационную и радикационную терапию хеликобактер пилори в следующем этапе. Выполнить эндоскопическую резекцию слизистой оболочки желудка с диссекцией в подсливистом слое. И дальше провести послеоперационную терапию ингибиторами протонной помпы и урсидоксихолевой кислотой. И пациент должен находиться на строгом динамическом наблюдении. Спасибо, коллеги. Есть вопросы? Я хочу сказать, что, как мы сегодня увидели из этой презентации, сегодня современное эндоскопическое исследование желудка при подозрении на ранний рак или предраковое состояние желудка, оно очень сложное, оно очень комплексное и высокотехнологичное. У меня в этой связи есть вопрос. Скажите, Сергей Сергеевич, а как долго по времени выполняется в течение одного исследования вот эти все мероприятия по конфокальной микроскопии, эндоситоскопии? Это все в одно исследование? Спасибо большое за вопрос, Андрей Борисович. В данном случае такой комплекс мы разбиваем на два дня, поскольку конфокальная лазерная микроскопия несовместима с окрасками. Но занимает суммарно это не более полутора часов, то есть по 45 минут в день, два дня, и пациентка полностью... Это обладается без преподрибникации, да? В большинстве случаев, да, если пациентка плохо переносит исследование, то мы проводим его под седацией. Коллеги, вопрос есть, Сергей Сергеевич? У меня еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот современные методы, увеличительная эндоситоскопия, конфокальная микроскопия, насколько сегодня возможно отказаться от морфологического исследования? И для постановки диагноза. Потому что, насколько я понял из вашей презентации, не знаю данной литературы, но коррелировали находки фритонфокальной микроскопии с тем морфологическим диагнозом, который дали наши коллеги. Спасибо большое за вопрос. Ну, на данный момент все-таки мы пока не можем отказаться, поскольку мы разрабатываем сейчас эндомикроскопическую, эндоситоскопическую семиотику раннего рака, различных органов, полухорганов и предраковых заболеваний. Но такие методы позволяют нам таргетировать биопсию. То есть не брать значительное количество фрагментов слизистой оболочки, а взять пусть один небольшой фрагмент, но из участка, где будет наиболее поздний этап новопластической прогрессии. Понятно. То есть это такое наведение на более точную биопсию? И пока... Ну, дальше продолжу вас пытать. Вопрос у меня такой. Скажите, а насколько предоперационная эндоскопическая биопсия может затруднить последующую эндоскопическую, вашу планируемую эндоскопическую резекцию слизистой, диссекцией последствия этого слоя? Потому что, как я понимаю, после биопсии, иногда из многофокусной биопсии, в этой зоне развивается воспаление и так далее, это может затруднить техническое выполнение вмешательства. Так ли это? Может быть, нет. Может быть, нет. Да, Владимир Владимирович, вы правы. И то, к чему мы стремимся, это действительно прицельная биопсия один фрагмент. Так как множественная биопсия приводит к фиброзу в подсливистом слое и зачастую значительно снижает резектабельность данной опухоли эндоскопическую. И мы с этим сталкивались, когда пациентам до прихода в наш институт выполняется 6-7 раз биопсия, и опухоль из разряда эндоскопической резектабельности вследствие фиброза приходит в разряд уже хирургической резектабельности, то есть, органосохраняющую операцию выполнить уже нельзя. Я хотел бы добавить, что существует еще разработанный в Японии методический подход к данной группе пациентов на основе уже современных эндоскопических исследований, о которых мы сейчас говорили, которые дают нам высокую точность уже предварительной диагностики, можно пойти на лечебно-диагностическую операцию. Так японцы почти во всех случаях с ранним раком поступают. То есть, они не добиваются с помощью биопсии гистологического исследования предварительного, а просто иссякают участок слизистой вместе с подозрительным на опухоль зоной и уже проводят плановое гистологическое исследование. Затем у них идет два варианта. Первый вариант. Если они находят в нем глубокую инвазию, например, эмболы в лимфатических сосудах, ну то есть, что вероятность скрытого инвестазирования есть, то они переходят на открытые операции. Если же считается, что эндоскопическое удаление было радикальным, то эти группы больных остаются именно на этом методе лечения для динамического наблюдения дальнейшего. Ну, как бы это вот, можно сказать, международно утвержденная уже такая тактика. Но мы придерживаемся все равно, а все равно берем прицельную биопсию, чтобы нам предварительно иметь морфологическое заключение. Да, коллеги вопросов. У меня есть вопрос. Викторе Викторовичу и Сергею Сергеевичу. В данном случае мы имеем классическую форму рака желудка кишечного типа, возникшую в результате патологического каскада, вызванного хроническим гастритом, гинекобат расцирунным, плюс желчный реприкс, и который, так сказать, привел в результате определенных изменений к появлению кишечной каплазии, дисплазии и, соответственно, очага рака. В связи с этим у меня два вопроса. Первый вопрос. Насколько все-таки Вы показали вот это полноценное исследование, многоступенчатое, оно было сделано прицельно именно в том участке, где Вы заподозрили развитие уже дисплазии и рака. Насколько удается в таком же режиме осмотреть оставшиеся участки слизистой? Это первый вопрос. Чтобы не пропустить такие же, так сказать, более мелкие, скажем, трудно визуализированные очаги в остальных участках желудка. И второй момент. Какова вероятность развития рака в оставшихся отделах на протяжении жизни этого больного? Есть у Вас наблюдение, которое свидетельствует именно, с какой периодичностью приходится этих больных, так сказать, более тщательно наблюдать? И, так сказать, возможность появления второй, третий и дальше опухоль, поскольку неблагоприятный фон, мы посмотрели действительно уже метаплазии, диспластические изменения, даже с учетом проведенной эрадикации. Вот такие вопросы. Спасибо большое за вопрос. Безусловно, мы очень детально осматриваем всю слизистую облочку желудка, по крайней мере, с увеличением в 150 раз, и любой минимально подозрительный участок при увеличении в 150 раз исследуется с увеличением в 570 и 1000 раз. Данные пациенты после лечения остаются в группе строго динамического наблюдения, так как действительно риск появления метахронных очагов раннего рака возможен. Но все наши терапевтические действия, а именно эрадикация хеликобактер пилори, назначение препаратов урсидезоксихолевой кислоты и ингибиторов протонной помпы, нужно как раз для того, чтобы снизить риск появления метахронных очагов. Безусловно, эндосонография не является панацеей. По данным японских авторов, точность в углублении глубины инвазии не превышает 70-75%. Дополнительно мы пользуемся для оценки глубины инвазии косвенной, также методом тракции мы подтягиваем образование биопсийными щицами, это очень четкий признак. Но все равно в любом случае высказаться о глубине инвазии окончательно возможно будет только после исследования удаленного вибратора. Поэтому не надо рассчитывать на эндосонографию как на метод со 100% точностью. Спасибо. Виктор, еще у вас возникает такой вопрос. Скажите, вот нерадикальная операция, которая, возможно, всегда может состояться при эндоскопической резекции слизистой, даже диссекции подслизистого слоя, не ухудшает прогноз этих пациентов? Если даже выявляется потом более обширное прорастание стенки желудка и так далее, и так далее, это не ухудшает? Что пишут наши коллеги, которые будут большим опытом? Вы знаете, и по нашему уже многолетнему опыту, во всяком случае, выживаемость в этой группе не хуже даже при частичном, неполном удалении при первой эндоскопической операции. Но я вам позже скажу, что у нас есть группа больных, в которой мы многократно повторяем эти исследования, лечения. И выживаемость у нас средняя, больше 7 лет, по этой группе, в которой мы проводили эндоскопическое лечение. Хорошо. Еще такой у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот уже, не знаю, в вашем опыте, по данным литературам, какой процент недостатирования больных раков желудка, которые идут на эндоскопическую резекцию? Как часто мы можем ошибиться в плане лимфогенной распространенности? Я понял. Спасибо вам за вопрос. Вы знаете, я тоже, если будет время, об этом скажу более детально. Да, мы сейчас вплотную подошли к вопросу поиска стержевого лимфатического узла, так называемого, то есть попытку во время интероперационного, во время обследования и решения вопроса о тактике лечения, сразу определить, есть скрытый метастаз регионарный, ближайший или нет. И у нас такая методика совместно с вами и разрабатывается, можно сказать. У нас уже первые такие позитивные есть результаты. Поэтому тактика современная, она в чем заключается? Это поиск стержевого лимфатического узла, прямо интероперационного, лапара и гастроскопический. Удаление этого лимфатического узла, срочное гистолоническое исследование. Если у нас там метастаза нет, то с высокой вероятностью мы можем считать, что у него нет и в других зонах метастаза, и мы можем удалять первичную опухоль. Потому что эндоскопическое лечение – это фактически удаление первичной злокачественной опухоли. Вот, от классической, когда мы удаляем региональные лимфатические узлы. Если же там есть намерки, на то, что там есть даже микрометастаз, тогда уже меняется тактика лечения, применяется уже открытая хирургия. Может быть, она тоже там. Может быть, тоже экономная операция, может быть, вплоть до креновидной резекции. Ну вот, я думаю, что это современно. И у нас тоже есть, уже тоже расширился арсенал эндоскопического лечения. То есть мы можем сделать диссекцию, то есть иссечь слизистопослизистый слой, домышечного слоя вместе с опухолью. Но если у нас есть риск, мы можем сделать полослойную резекцию. То есть фактически мы делаем окно в стенке желудка и ушиваем его современными злоками. Викторич, скажите, пожалуйста, существует ли ограничение технического характера для использования метода эндоскопического лечения? Удаление эндоскопического удаления опухоли с подследистой диссекцией. То есть по размерам опухоли, по ее локализации, в зависимости от локализации на передней, задней стенке желудка, верхней, нижней, третей желудка и по размерам. По глубине эндоскопического лечения. По ограничению. Да, и по глубине эндоскопического лечения. Ну, согласен, что в зависимости от локализации опухоли, то есть их удаление разной степени сложности. Есть более удобные локализации, где более безопасно и легко удалить. Есть локализация, которую вы называли, там, фундальное отдел, там, верхняя треть, более сложная. Там требуются дополнительные специальные эндоскопы. То есть там надо оснащение дополнительное иметь, например. Можно комбинировать лапароскопическую и гастроскопическую методику и аппаратуру. Ну, вот современные подходы, технологии, ну, не дают нам каких-то слепых зон в желудке, чтобы не использовать этот метод. А иногда нам приходится менять тактику уже во время лечения. Потому что, казалось бы, и эндозий дает нам глубину в пределах слизистой оболочки. А когда мы начинаем иссякать, мы понимаем, что здесь инвазия намного глубже. Поэтому мы должны переходить или на полнослойные резекции, или переходить на открытые хирургии. То есть это фактически вот наиболее сложные случаи. Они требуют уже кооперации абдоминальных хирургов и эндоскопических хирургов. И продолжение вопроса, Вадим Ильич. Скажите, а дифференцировка к опкой может влиять на выбор метода лечения? Разрешите я добавлю вопрос тоже. Не только дифференцировка, а какие вообще морфологические факторы являются противоказанием к выполнению подобных канонов? Ну вот, жалко, что этот материал, если он пойдет, то он пойдет немножко попозже. Мы, у нас примерно, где-то, наверное, 15-20 процентов, которых мы оперируем эндоскопически, это больные. Им представляется этот метод как альтернатива открытой хирургической операции. А большая часть больных – это больные, которым или отказано в хирургическом лечении из-за соматического статуса, преклонного возраста, тяжелых сопутствующих заболеваний, или очень высокий риск осложнений, когда хирург колеблется. Одновременно и можно выполнить, потому что ранний рак, казалось бы, это, и больной может не выдержать даже такой операции. Поэтому мы завышаем показания для эндоскопического лечения. Вот там мы расширяем показания. Там мы берем и, точнее, медокреточные, и там менее дифференцированные злокачественные опхоли. И мы тоже накапливаем опыт по этому лечению. Я, например, покажу, что это не безнадежная, не бессмысленная работа. Потому что мы приносим этим больным конкретную пользу и увеличиваем их срок жизни. А так классически это, конечно, высокодифференцированная аденокарцинома с низким индексом и пролиферации. По протяженности, Вадим Владимирович спрашивал, сейчас изменились те классические два сантимента, которые были. То есть нет, мы все равно сохраняем позицию, потому что размер не определяет чисто технические возможности выполнения операции. Вот японцы демонстрировали таких пациентов, которых они удаляли по площади 8-10 и больше сантиметров. То есть почти половина желудка фактически удаляется с рейсто. Но это нужно, насколько точно предполагать, что нигде нет глубокой инвазии, скрытого метастазирования. То есть сама по себе операция теряет смысл. А так, все-таки мы придерживаемся классических канонов. Основная масса – это до 2 сантиметров. Но мы берем и до 4 сантиметров. Это как бы наша вторая граница. Мы ее расширили и вот сейчас набираем клинический материал. Да, это в основном больные, которым или отказано, или очень высокий риск осложнения операции. И еще надо отметить, что японская популяция несколько отличается. Там другие формы рака. Там преобладает кишечный тип. Там преобладает кишечный тип. Там более стелющиеся формы, которые идут и распространяются по поверхности. А у нас все уже несколько, насколько я знаю из литературы, другая популяция больных. И опухоль склонна к инвазии в стенку. Поэтому действительно наши критерии к определению показаний для эндоскопической резекции не столь широки, как в Японии. Потому что таких пациентов мы в меньшей степени наблюдаем. Вот с кишечной метаплазией и так далее, и так далее. Вот у нас вопрос есть из интернета. Сейчас из интернета я вот задам. Дмитрий Викторович адресует этот вопрос. Галина Спрас спрашивает. Можно ли выявить ранний рак пищевода и желудка с помощью капсульной эндоскопии? Вот как вы к этому относитесь? Ну, вот мы сейчас недавно как раз поднимали этот вопрос. И участвовали в последней конференции, которая проводилась недавней. И последние достижения говорят, что этот метод, но он всё-таки в настоящее время относится к экспериментальным методам диагностики, которые двигаются в сторону скрининга. Сейчас уже разработаны капсулы, которые планируются использовать при скрининге рака толстой кишки. И разработаны капсулы, которые планируются использовать при скрининге рака пищевода. Для рака желудка здесь сложнее, потому что объёмный орган, большая полость. Здесь вопрос идёт о том, чтобы разработать капсулы, которые будут управляемы. Тогда, в смысле, если оператор или врач будет управлять этими капсулами, тогда он может осмотреть всю поверхность слизистой желудка. Но это всё сейчас находится на стадии разработок, потому что сейчас уже третье поколение капсул, разрабатывается и четвёртое поколение. Очень резко возросло качество изображения, которое снимает капсула. Но это идут первые шаги. Наверное, в ближайшие несколько лет мы будем ждать какого-то прорыва в этом направлении, потому что улучшение качества картинки и, то есть, когда возможность будет снять всю поверхность слизистой определённого органа в высоком качестве, тогда и в разных режимах мультимодальных, которые сейчас показывали, тогда, я думаю, этот вопрос уже будет... Приблизимся мы к тому, что человек проглотит капсулу, и мы специальную капсулу с высоким разрешением, и мы найдём подозрительный участок. Пока это тема будущего, да? Это да, это экспериментальная разработка. Экспериментальная разработка. 20 раз, да? Да. Викторович, Вы затронули тему удаления, доскопического удаления образования большого размера. Мы все знаем о том, что частота лимфогенного аминстазирования зависит от глубины инвазии опухоли. Вы сказали об опыте японских коллег в отношении удаления большого образования. Скажите, а существует ли корреляция частоты лимфогенного аминстазирования, поражения региональных лимфогических узлов в зависимости от площади опухоли? Какой опыт у Вас в этом плане имеется? Да, безусловно. Но Вы имеете в виду большие размеры по площади. Да, но при этом-то один. При одинаковой глубине области. При одинаковой глубине области. Все равно риск, что у нас есть в отдельном участке, где инвазию мы можем просмотреть, глубокую. Поэтому с увеличением площади риск скрытого аминстазирования не вырастает. Это вот на примере, даже насколько я знаю, я не гинеколог, шейка матки. Там тоже рак институты ставят шейку матки, а в конце концов оказывается, что это инвазийный рак. Поэтому известие то же самое. Чем больше площадь, почему у нас и пока ограничения по площади, потому что вероятность все-таки не диагностированных участков инвазии, чем больше площадь, тем больше вероятность. Разрешите, я скажу, даже при, конечно, скрытую инвазию определить очень сложно бывает. Потому что при морфологическом диагнозе карциномы инситу встречаются и лимфогенные, и гематогенные метастазирования. Это связано совсем с тем, что традиционно исследуется материал, и инвазия пропускается не потому, что плохие морфологи это смотрят, а потому, что пропускается в силу того, в силу технических, в силу наших экономических возможностей. Мы исследуем не весь материал, мы исследуем все-таки материал выборочно, и вот эта скрытая инвазия, когда ее прицельно определяют, примерно встречается в таком же проценте наблюдений. Поэтому, конечно, изучение морфологической, тщательной, такого материала, который удаленно накладывает на нас определенную ответственность от печаток. Потому что этот материал должен исследоваться нетрадиционно, он должен исследоваться практически весь, идти в работу. И материал должен вырезаться по иным меркам, которые существуют. И с одного даже блока надо делать несколько срезов, чтобы не пропустить ту глубину инвазии, которую уже должна вам сказать стоп. А как исследоваться края инвазии? Это же получается довольно такая обширная зона удаляемой, слизистой, и клиницисты нуждаются в информации. Да, и конечно. Кажется ли только с ближайших к опухоли участков, или по всей окружности срезов? В идеале это должно исследоваться, конечно. Ведь нам не только нужно ответить на вопрос опухоли, границы опухоли, но и посмотреть, а что мы оставили, в каком состоянии, в какие фоновые изменения. И действительно, как в дальнейшем наблюдать за этой больной. Поэтому, на мой взгляд, края резекции должны в таких операциях исследоваться тотально. Тотально. То есть это большое количество, это очень сложное исследование. Это огромная нагрузка, конечно, а потом ганатомов, но мы не должны. Вот у меня такой еще вопрос. Профоновое состояние слизистой. Вот когда выполняется эндоскопическая резекция слизистой? Берется ли биопсия из мест неизмененной слизистой? Является ли это протоколом? Надо ли это делать? Или резецируется только пораженный участок? Кто может мне прояснить эту ситуацию? Спасибо большое за вопрос. Из слепой биопсии мы вообще отказались. Безусловно, чтобы оценить фоновое состояние после использования всех медов, мы берем биопсию при цели из участка кишечной метаплазии, но слепая биопсия пропустит нам 95% фокусов раннего рака. По нашим данным, данным нашего отделения, процент больных с мультицентричным раннего рака не так мал. И порядка 15% пациентов нет ни одну опухоль в желудке, а 2 и 3, которые мы выявляем с помощью данных методов, методов уточняющих эндоскопической диагностики. Но в таком случае мы, конечно, берем биопсию. То есть современные методы мультимодального эндоскопического исследования позволяют без биопсии выявить наиболее подозрительные участки, измененные участки. Мы ставим должное вопрос по поводу слепой биопсии. Надо ли ее делать? Не надо ее делать. Это уже, наверное, я боюсь ошибиться, но 5-6 лет назад мы отказались полностью от фоновой биопсии. То есть мы раньше верифицировали процесс в определенном участке желудка, а потом из других отделов, со всех стенок брали слепую биопсию. Но теперь мы исследуем детально и тщательно всю исследованию эндоскопические современные мультимодальные методы и прицельно берем биопсию уже там, где мы предположим. Дмитрий, я знаю, что вы подготовили презентацию, посвященную этой проблеме, опыту Института Герцена, который уже многие годы занимается в этой просветной хирургии ранних форм рака желудка. И в этой связи, я прошу, чтобы в этой презентации, может быть, в комментариях, вы прояснили для меня и для наших коллег целый ряд таких вопросов. Потому что основным, конечно, вопрос, основным критерием эффективности в онкологии любого метода является отдаленный результат. Поэтому мы надеемся, что вашей презентацией, вашими комментариями вы проясните нам чистоту рецидивов после выполнения эндоскопических резекций, выживаемость этих пациентов, наш опыт, опыт наших азиатских коллег, которые пропагандируют этот метод, как устранять эти осложнения, я имею в виду кровотечения, перфорации, которые могут случиться во время этой операции, их чистоту, насколько этот метод действительно безопасен. Потом меня, например, волнует вот какой вопрос. Мы говорили действительно уже сейчас о том, что этот метод мы широко применяем пациентов, которым отказали в хирургии. Это пациенты с тяжелой сопутствующей патологией. А насколько безопасно сегодня выполнять внутрепросветное удаление этих образований у пациентов молодого возраста, у которых мы знаем, что несмотря даже на морфологические критерии, опухоль протекает более агрессивно, более зло. Насколько действительно этот метод обеспечивает хорошие, одаренные результаты у больных молодого возраста. Я хотел бы на все эти вопросы получить ответ, если это возможно. И надеюсь, что презентация ваша поможет. Вы, конечно, поставили очень сложную задачу, потому что столько много вопросов. Но мы говорим о презентации. Презентация все-таки не столь продолжительна, чтобы, может быть, на все детально ответить. Но я постараюсь на основные вопросы указать. Мы говорим о эндоскопической диагностике лечения рака в хирургического тракта, в основном в верхнем отделе желудочно-мышечного тракта. Вот современные возможности внутрепросветной эндоскопической диагностики лечения. Мы уже говорили о мультимодальных исследованиях. Это позволяет диагностировать облигатные скрытые формы рака и малые формы рака этих локализаций. Это диагностировать скрытые синхронные и метахронные опухоли, первично-множественные, в разных отделах пищевода и желудка. Это ранняя диагностика рецидива, уже после проведенного, например, хирургического лечения. Это самостоятельное эндоскопическое лечение предракой, раннего рака и поверхностного рецидива и метахронных опухолей уже после проведенного ранее лечения. Это подготовка к хирургической операции, лучевой терапии. И это самостоятельное палеотивное лечение курабельных больных, начиная с гемостаза при кровотечениях и эрканализации при эстонозирующих опухолях. И вот лечение небольших местно распространенных опухолев, применяя, но курсовой метод лечения. По поводу рака пищевода. В настоящее время он занимает восьмое место в структуре онкологических заболеваний. Вы видите, что диагностика первой стадии невелика, это всего 5%, хотя в Германии, видите, сравнение 10%, в Японии 40%. То есть здесь нам есть куда продвигаться. Очень достаточно высокая годичная детальность, 63%. И вы видите, что хирургическое лечение первой стадии дает 5-летнюю выживаемость 57,2%. А вот эндоскопическое лечение раннего рака без метастазов 63,3% и по данным японских авторов. К сожалению, статистика говорит о том, что 70% больных на момент выявления рака пищевода уже исходно имкурабельны. И они живут всего в среднем 90 дней, то есть фактически 3 месяца. Ну вот наш опыт с 87-го года, видите, это 704 пациента и ранним и стенозирующим раком пищевода. Видите, что почти 80-90% это стенозирующие формы рака, соответственно той статистики, о которой я говорил. И вот 12% это больные, которые было выполнено эндоскопическое удаление опухоли. Это 87 пациентов. Ну вот говоря о современных методах диагностики, вот видите, хромоэндоскопия с раствором люболем. Это уже классический метод диагностики. Видите, четко можно выявить небольшой очаг поражения плоскокривостного рака. Здесь нам дает возможность более широко исследовать. Мы видим большую площадь дисплазии слизистой, и на ее фоне видим микроочаг уже плоскокривостного рака. Современное уже с увеличением узкоспектральное исследование позволяет нам по сосудистой архитектонике с вероятностью крайне высокой, больше 90%, говорит о том, что здесь злокачественная опухоль. Вот видите, здесь два примера. И еще один более характерный. Видите, на фоне слизистой оболочки с признаками атрофии, вот мы видим четко локализованный участок расширенных извитых сосудов. Это плоскокривостный рак. Есть еще один метод. Это метод цифровой спектроскопии, когда мы по индексу гемоглобина, то есть по участку, где наибольшее количество капилляров, по концентрации гемоглобина очень высокая, мы видим красное свечение, как бы вспомогательный метод исследования. Ну, вот уже говорилось о эндоцитоскопии, она дает нам возможность уже при жизни проведить морфологическое исследование. Только я хочу сразу сказать, что это мы и проводим исследование самого поверхностного слоя петерия. То есть мы в глубину не исследуем полностью слизистую оболочку. Вот критерии отбора больных для эндоскопического лечения при раннем раке пищевода. Превалирует это второй тип плоский. Это, видите, размер от 0,5 до 3 сантиметров. Это инвазия в пределах слизистой оболочки или начало только СМ1, то есть начало или подозрение на начало инвазии под слизистые слои. Безусловно, должны быть отсутствовать все признаки регионального методозирования по данным МРТ, компьютерной томографии, УЗИ. И факторы риска скрытого методозирования. Видите, что если опухоль больше 3 сантиметров, там вероятность возрастает, там уже 10, 15 и 20 процентов уже имеется скрытого методозирования. Это низкая дифференцировка опухоли и более глубокой инвазии. Ну, здесь тоже риск регионального методозирования. Он здесь указан, что чаще все-таки при плоскоклеточном раке это бывает. Вот размеры опухоли больше 1 сантиметра. Методы эндоскопического лечения. Здесь тоже у нас как бы уже большое разнообразие. Видите, красным выделены те методы, которые мы чаще всего используем. Это мукозактомия с диссекцией в последствийном слое. Или комбинация с электролизекцией и термическими фототоксическими воздействиями. Вот это инструментарий, который используется для эндохирургии. Ну, вот наш материал. Это 86 больных, 87 опухолей. Видите, что превалирует второй тип роста опухоли. Превалирует все-таки больше половины больных. Это в пределах слизистого слоя. До 2 сантиметров 76%. Ну, и здесь, видите, довольно высокий процент аденокарциномы для пищевода. Не очень характерно, потому что в основном у нас это нижняя треть пищевода. Это кардиозофилальный переход. Дополнительные факторы, которые позволяют отобрать эндоскопическое лечение, это люди преклонного возраста, это за 70 и больше лет. Это первичная множественность, когда поражены еще другие органы. Это резидуальный опухоль, когда была проводена лучевая терапия. И есть категория больных, которые отказываются вообще от хирургического лечения. Ну, вот это сводные данные, результаты, непосредственные результаты. Вы видите, что самый лучший результат при комбинированном лечении больных, это до 100%, небольшая группа основная, во всех до 2 сантиметров это приближается к 90%. Что же делали мы, когда не удавалось эндоскопически удалить опухоль? Видите, в двух случаях была все-таки предпринята хирургическая операция, у 6-ти лучевая терапия, остальные все-таки, у многокурсовая, проводилось эндоскопическое лечение. Вот, при рецидиве рака, который у нас наблюдался в 14%, в трех случаях мы добились эндоскопически повторным лечением полной регрессии, у 5-ти все-таки был результат неудовлетворительный. Это группа больных, которым было отказано в хирургическом лечении. Видите, медианной выживаемости одинокого 5-ти лет. Ну, вот клинические примеры, такие, очень показательные. Это больной в 79 лет, мы ему начали лечение по поводу рака пищевода нижней трети. Он прожил 12 лет в ремиссии, и фактически в возрасте 91-го года он умер от инфаркта от сердечно-сосудистой патологии. Это пациент жив, слава богу, мы его продолжаем наблюдать. То же самое, рак пищевода, тоже нижняя треть, аденокарцинома. Ну, можно сказать, это пищевод Баррот, это вот как раз, как рассказывали, переход. 16 лет клинического наблюдения, без последствий у нас рубцовых структур нет, нарушений питания нет. Больной продолжает наблюдаться. Еще одно наблюдение, это пищевод Баррот, здесь комбинированный метод эндоскопического лечения. Видите, здесь и аргоноплазинная коагуляция, и электрорезекция, и фотодинамическая терапия. И у нас без рецидива срок наблюдения 7 лет. Вот, это вот классическая мукозоктомия выполнена. То же самое, с хорошим, приятным результатом. Теперь по желудку. С второго места в последние годы желудок, частота заболевания переместилась на пятое место. Всегда было вторым после рака легкого. Теперь у мужчин это после рака толстой кишки и простаты, и у женщин после рака молочной железы и рака легкого. Также видите, что диагностика ранних форм невысокая. При профосмотрах выявляется только 0,2% рака желудка. У нас в стране около 5%, ну там по данным других авторов, я вот недавно слушал доклады, и там до 10%. Ну, самый высокий процент это в Японии, стандартно во всем мире 57% появления на ранней стадии. И отмечается тенденция к изменению и гистологической структуры, локализации опухоли. В пищеводе опухоли перемещаются в дистальный отдел пищевода, в зону кардиозуального перехода, и начинает увеличиваться частота аденокарцинома. В желудке кишечный тип замещается дифузными, более злокачественными формами опухоли, то есть невидно-кресни, смешанная рака. И с дистальных отделов желудка перемещается локализация опухоли в верхнюю третью. Ну, общая мировая тенденция к снижению заболеваемости в Америке, в Европе, в нашей стране. И вот, несмотря на то, что самая лучшая диагностика в мире – это в Японии, в них продолжает расти частота этого заболевания. Она не связана с тем, что они не выявляют хорошо, но, наверное, и с тем, как они там питаются. Вот понятие раннего рака. Хирургическое определение – это просто опухоль в пределах слизистой оболочки при отсутствии или при наличии метастазов независимых. И более определенное – это эндоскопическая, последняя, уже международная классификация. Это тяжелая дисплазия высокодиференцированной декарциномы с инвазией в пределах слизистой и начало подслизистой слоев с инвазией при отсутствии регионального эстазирования. Это классическая классификация макроскопических типов рака. Здесь современные методы эндоскопии. Мы о них уже сейчас говорили много. Это вот хромоэдоскопия. Мы видим скрытые формы рака. Мы более четко дифференцируем. Мультимодальные методы исследования. Методы красного флажка. К ним относится аутофлюоресцентная эндоскопия, которая нам показывает место, где надо искать скрытый рак. Это уже методы, приближающиеся к морфологической оценке при жизни эндоскопической. Это мы уже видели по индексуским глобинам выявления. И современные направления. Сейчас мы можем на основе такого мультимодального исследования говорить о клональной гетерогенной злокочной опухоли. То есть мы в одном участке, патологически измененном, можем сразу определить с большой достоверностью разные участки предрака, раннего рака. Это ультразвуковое исследование, которое нам позволяет региональное методозирование определять и глубину инвазии. Это мы говорили уже. Это цитоскопия, это микроскопия. Я не буду повторяться, потому что мы уже об этом говорили. И разработанный, применяется у нас алгоритм диагностики раннего рака желудка. Это многоэтапное исследование, которое дает нам возможность детализировать патологические изменения. Ну вот, это тоже мы этого вопроса касались. Это мы считаем, что разработка, которую мы в ближайшее время будем больше времени выделять, это поиск сторожевого лимфоузла и изменение программы вообще лечения эндоскопического. Современная стратегия раннего рака желудка, безусловно, это хирургия, это резекция опухоли и лимфодисекция, то есть удаление лимфатических узлов региональной зоны. Эндоскопия чем отличается? Тем, что мы удаляем только первичную опухоль без лимфодисекции. Это накладывает очень серьезные требования. Значит, мы должны, удалив первичную опухоль, не иметь риска или минимальный риск, что мы оставили метастатические очаги. Поэтому здесь эндоскопическое лечение должно обеспечивать такой же прогноз, как и резекция или гастроктомия с лимфодисекцией. Но сразу возникает вопрос. Прогностический фактор, риск. Вот видите, здесь они перечислены. Основные шесть прогностических факторов. Это глубина инвазии. Чем больше, тем вероятность метастазирования больше. Морфологическая структура или дифференцировка опухоли. Это размер опухоли, локализация, макроскопическая форма, инвазия лимфатических узлов. Все это должно учитываться. Самое безопасное – это дифференцированная аденокарцинома с инвазией в пределах слизистой оболочки, размерами меньше 3 сантиметров. В таких случаях вероятность скрытого метастазирования 0,3-0,4%. То есть в таких случаях мы можем позволить себе предложить такую операцию больному как альтернативу хирургического лечения. Но если у больного, вы видите, например, риск метастазирования достигает 19 и больше процентов, когда инвазия уже на всю глубину воздействовала, здесь уже альтернатива под большим сомнением. Мы можем предложить ее тогда, когда нет вообще у человека возможности удалить опухоль. То есть он отказан полностью в хирургическом лечении. Те же самые критерии, как и по пищеводу. Это основной второй тип, это размеры до 2 сантиметров. Это все те же самые методики, видите, их большое разнообразие эндоскопическое. Мы используем, в основном сейчас чаще стали использовать для удаления опухоли в желудке, и сразу два эндоскопа. Это наборы специальные эндоскопические ножи, это схемы лечения. Ну вот петлевая электрорезекция, пример клинический, когда мы проводим. Это комбинированное лечение больных раков желудка, когда применяется мукозоктомия, органопластная коагуляция и фотодинамическая терапия. Вот тоже клинический пример больного, у которого была такая комбинация сделана и с хорошим результатом. Это еще один вариант, в легнизированное аденомоудаление, когда мы использовали эклипирование, легирование, электроизекцию, фотодинамическую терапию. Мы склоняемся, что это идеально в службе эндоскопической иметь весь комплекс методик эндоскопического удаления. Чтобы как хирург он мог взять один инструмент или другой, и здесь можно было бы эндоскопическому хирургу использовать весь стандарт набора. Вот характерный пример, который нас вселяет оптимизм, придет для этой категории пациентов. Видите, исходно 83 года женщине. Пересневидно-клеечный рак желудка. Ей было отказано в хирургическом лечении. Но мы, с учетом ее небольших размеров, опухоли, хотя инвазия там была все-таки на всю глубину, следствие, последствие условия, мы взялись за ее лечение. Провели 17 курсов фотодинамической терапии, 2 курса лазер-индуцированной термотерапии. И она прожила 7 лет. Мы ее регулярно обследовали. У нее не развилось метастазирование. То есть у них не появилось отдаленных региональных метастазов. И она в возрасте 90 лет от сердечной патологии умерла. Хотя, вот смотрите, опухоль была у нее. Это вот верхний левый угол, это та исходная опухоль. Потом некрозы в результате лечения. И вот 2003 год – это остаточная опухоль. Она на всю глубину стенки. Но все равно, все-таки, считаем, что при перселивно-клещном раке хороший результат. Это вот одна из таких методик, которые мы сейчас стали все шире применять. Это Делифтер. То есть метод позволяет проводить более четко диссекции. Вот она здесь указана на клиническом примере этого больного. Видите, заживление, рубец на месте удаленного раннего рака животка. Это еще одна методика, ее японская методика, когда мы подвешиваем на клипсы и лигатура, параллельно эндоскопу проводится, подтягивается край опухоли и постепенно иссякается этот участок и удаляется. Таких вообще методик у нас при поднимании шесть, которые мы применяем. Ну, это вот уже полнослойная резекция, о которой мы говорили. Есть сейчас ОРС-тич, хороший прибор, приставка, который нам позволяет зашивать раны, фактически проводя полнослойные резекции. Ну, и вот это были распространенные. Мы у нас сейчас в настоящее время, мы два гастроскопа, таких небольших диаметров используем, как бы, которые, вот, на фотографии вы видите, достаточно большая группа, участвующая в операции. Это три врача эндоскописта, две медсестры, анестезиолог, инженер. И вот такая группа нам позволяет достаточно хорошо проводить лечение. Вот клинический пример. Одинокарцинома желудка. Значит, вот внешний вид этой опухоли. Довольно большая по площади, размерами, но по биопсии там только тяжелая дисплазия. Вот, по ультразвуку слизистый, по слизистый слой. Мы провели классическую диссерцию по слизистым слоям. Эмкозактомия, видите, осваивается участок. Полностью одним блоком удален. Вот здесь как раз о чем мы говорили с Надеждой Николаевной. Вот, видите, классический пример регистрированного участка. И вот зеленые вертикальные полосы – это линии как раз разрезов для приготовления гистологических препаратов. Вот, рана после лечения, это рубец. И, в принципе, это у нас достаточно хороший результат. И, видите, гистологические исследования, это уже после лечения. Там опухоли нет. Просто вот плоская стелящаяся аденома с малигнизацией. Это методика, такая мозаичная резекция многослойная. Сейчас я просто перелистаю и тогда. Да-да-да. Вот, кстати, это тоже пример, все-таки я хотел ее показать. Это первичном множественное поражение, метахронное. То есть три злокачественных опухоли в разных участках желудка, и они с интервалом в один год нами удалялись. И вот, видите, 6,5 лет больной наблюдался после лечения, и он умер от инкурентного заболевания. То есть у него не было рецидива. Результаты, вот видите, 187 больных, у нас 212 опухоли раннего рака желудка. В основном это второй тип. Это слизистая оболочка, 2 трети больных в пределах слизистой оболочки. И до 2 сантиметров, видите, основная группа. И большая часть это дифференцированная данная карцинома. То есть то, о чем мы говорили, это классическая форма. Ну вот, видите, мы объективно себя оцениваем, поэтому не преувеличиваем. У нас все-таки, видите, полная регрессия. Ну, то есть радикально удаленные, подтвержденные морфологически. Все-таки это колеблется в 87-83%. Вот нижняя группа, в которой комбинированное лечение, это больные инкурабельные. Это как бы, ну, такое вот условно-радикальное, почти палеотивное лечение. Поэтому там процент все-таки к 70% подходит. И медиана выживаемости 73%. Вот, 3,2% больным была конверсия. Можно сказать, после того, как нам что-то не удалось, были сделаны хирургическое лечение. Ну вот, как бы, это наше отделение. Большое спасибо. Скажите, про медиану вы сказали, а процент рецидива? Процент рецидива был? Был, я не видел. Какой можно мне показать? В оперативной группе 29%. А у радикальной группы? Сайте радикальной. 12, 19, в пищеводе 14. Спасибо большое. Викторич, мы должны обязательно ответить на вопросы из сайтов онлайн, которые заданы. Вот, вопрос Павел задает. Виктор Икс, Сергей Сергеевич, спасибо за удивительное, великолепное сообщение. Скажите, в период последующего наблюдения после операции, контролируете ли вы реинфекцию гилибактера пилори и применяете ли далее конфокальное сканирование? Да, спасибо большое. Да, безусловно, мы контролируем дважды в год. Реинфекцию гилибактера пилори. Если есть реинфекция, мы опять же проводим радикотронотерапию, возможно, даже не первой, а второй линии. И конфокальная эндомикроскопия у нас идет стандартом для послеоперационных больных сканирования всей слизистой оболочки, поскольку есть фоновое состояние, ну и, безусловно, зоной операции. Так что, да. Спасибо. Наталья за этот вопрос. Есть ли связь между инфицированностью гилибактера пилори и заболеваемостью раком желудка в отсутствии язвенной болезни? Спасибо большое. Ну, если говорить о нынешнем времени, то, как таковая язва желудка встречается, в общем-то, все реже, но я могу сказать, что у 94% наших больных ранним раком желудка была выраженная степень обсеменения хеликобактер пилори. И именно поэтому, кроме того, хеликобактер пилори признан UACC как основной фактор развития рака, желудочный фактор риска. Хорошо. Для кишечной теки. Для кишечной теки. Вопрос такой еще задает. Так, Александр спрашивает. Какое анестезиологическое пособие применяется при подобных операциях? В большинстве случаев это комбинация местной анестезии и глубокой седации. Сейчас мы все чаще применяем метод уже общей анестезии. Но все-таки, чаще всего, это даже если наркоз, то сохранение самостоятельного дыхания. Вероника спрашивает. Почему в ваших примерах только пожилые пациенты? Молодым такое разве не делают? Вот то, что я спрашивал. Молодым пациентам. Вот можно ли планировать такое лечение? Ну, у них значительные ограничения вообще для применения этого метода. Поэтому, может быть, и поэтому и группы-то совсем малочисленные. Потому что очень высокий риск и трудно рассматривать в настоящее время все-таки этот метод как альтернативу. Я думаю, что это малигнизированные аденому. Я думаю, что тут без сомнений этот метод может применяться при ограничениях инвазии, при распространенности. Но при ДНО, при самостоятельном злокачественной обходе у людей до 30 лет мы пока не применим. Можно просто добавить наше мнение хирургов, что, как правило, в молодом возрасте это генетически обусловленная форма рака диффузного типа с крайне злокачественным течением, где желудок должен быть удален полностью. И в этом случае, конечно, слишком высока цена ошибки, поэтому лучше прибегать сразу к радикальным методам лечения. А наши японские коллеги с какого возраста начинают применять этот метод? Ну, плюс, как и у нас, так и у них средний возраст больных ранним раком желудка кишечного типа представляет у них 56 лет, у нас 64 года. Тут у нас просто нет молодых пациентов, поскольку у них нет этих рак. Чтобы развился полностью каскад корея от кишечной плазидона на коростном, должно пройти время, и поэтому просто этих больных нет. Ну, просто еще хотелось бы добавить, что мы начинали эндоскопическое лечение больных ранним раком желудка с 88-го года и с 87-го года. И в это время как раз-таки к нам поступали для лечения больных, которым было категорически отказано в хирургическом лечении. Как правило, это больные были пожилого возраста с массой сопутствующих заболеваний. И вот и на демонстрации было видно, что большие сроки наблюдения этих пациентов. Именно поэтому так у нас получалось, что вот эти клинические примеры, они как раз показывают, что пожилые и больные с такой патологией могут быть излечены нашими методами с тяжелой сопутствующей патологией. Хорошо. Григорий Ильич, можно в заключение нашей программы Вы определите кратко перспективы развития этого метода и лечения. Где Вы видите вот еще резервы, возможности для развития этого метода. Поделитесь с Вами секреты, может быть. Мы сегодня как раз и коснулись почти всех этих вопросов и определений. Безусловно, прогресс очень значительный в диагностике, в эндоскопической. Он нас просто подталкивает для применения органов, сохраняющих или сохранных методов лечения. Потому что когда мы находим микроочаги, скрытые формы рака, уже не очень логично удалять весь орган, если это не наследственное, а тотальное поражение. Поэтому я думаю, что этот метод будет развиваться, будут уточняться показания, будет, конечно, модификация. Но то, что мы даже сейчас по последним докладам японцев видели, что они от этих секций начали рассматривать вопрос о полнослойных резекциях, то есть более радикальные эндоскопические варианты лечения, с прогнозом хорошим по метастазированию, которое нам позволяет стражевые левозлы диагностировать, диагностикой их во время начала лечения. И мне кажется, все-таки для категории больных преклонного возраста, а их будет расти у нас количество, безусловно, комбинированные методы, которые у нас на институте разрабатываются, и мало информации от других участников этого направления. Я думаю, что комбинированные методы должны шире использоваться. То есть мы не только должны одним блоком удалить опухоль, а потом дополнительно воздействовать на слизистую волочку. И не только в зоне удаленного, но с учетом вероятности мулецентричности, от чего обрабатывать и все участки. Вот на клиническом примере, первом, когда мы видели кишечную метаплазию, которая поражает там две трети желудка, безусловно, мы же оставляем все это без должного лечения. Поэтому, я думаю, и консервативные методы, и комбинированные эндоскопические методы лечения, они перспективны. И по нашим данным, у нас ни одного не было в случае летального исхода, во время операции у нас не было. То есть в современных руках, квалифицированных специалистов, этот метод довольно безопасный. Вы знаете, я вспомнил сейчас, в Австралии выступал один английский ученый, гастролитеролог, и он сказал, что современное направление такое, что в клинике должны быть врачи, которые в год выполняют до 100 мукозактомий с диссекцией, то есть эндоскопических операций. Если они не могут такого количества, то есть у них опыт не поддерживается практически, то они должны лишаться рецензии. То есть если в клинике делается вот таких опухолей, операций 2-3, ну, предположим, даже 10 в год, то это не накапливание клинического опыта. То есть на таком количестве нельзя создать школу или группу врачей, которые будут хорошо работать и качественно. Мне кажется, так же и у хирургов, потому что это все. У нас немножко книжится. Для пищевой 25. Да? У вас немножко сложнее. Да, у вас сложнее, да. Коллеги, большое спасибо. Я хочу поблагодарить всех участников программы за интересную дискуссию, за представленный материал. Я думаю, что, Викторович, мы решением нашего консилиума одобрим тот план лечения, который представил Сергей Сергеевич, поддержим клинику и будем рекомендовать выполнение эндоскопической экзекции следствия, экзекции последствия слоя. Мы нас убедили в том, что действительно метод безопасный, при правильном планировании он может быть эффективным с точки зрения онкологии. И самое главное, что в функциональном плане этот метод обеспечивает очень хорошее качество жизни для больных. Поэтому большое вам спасибо. Я думаю, что мы будем и совместно дальше работать плодоотворно, развиваться к тому, чтобы методы внутрепросветной хирургии они совершенствовались и были более, может быть, расширены даже от того, о чем мы говорили уже, да, для полнослойных экзекций с определением стажировых лимфоузлов. Коллеги, большое вам спасибо. Уважаемые коллеги, кто находится еще в эфире, я хочу сказать, что время нашей передачи подходит к концу. Если вы не успели задать вопросы, то вы можете разместить их на сайте программ, этой программы на Первом медицинском канале, потому что завтра эта передача будет размещена на сайте. Мы ждем вас опять в цикле этих передач в ведущей клинике России. И разрешите мне анонсировать следующую передачу. Она будет посвящена реконструктивной и пластической хирургии при опухолях головы и шеи. Поэтому ждем вас, ваши вопросы и активного участия. Большое спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!